Всем привет, ребята! С вами я, отец-одиночка Нюкем, и мои приёмные дети! Ну-ка, всем привет! И дети! Слушайте, у меня сегодня к вам есть важный разговор. Дело в том, что наши подписчики недовольны. Они смотрят, и что они видят? Они видят беспорядок. И они недовольны тем, как мы с вами содержим нашу преддомовую территорию. Ну, посмотрите. Вот на месте, где у нас раньше был дом... Ребят, если что, у нас раньше здесь был дом, но он сгорел, к сожалению. И сейчас мы живём вот в этой халупе. Ну, и от дома остались рожки да ножки. Ну, и это некрасиво как-то. Вот какие-то тут кучи песка навальны. В общем, некрасиво, да? Согласитесь. В общем, как-то неаккуратно. И поэтому я решил, что хватит оттягивать, пора уже делать дом заново. Но, для начала нужно... Знаете, дети, что сделать? Ну-ка, загадка для детей. Сюда идите. Ну-ка, ну-ка, ко мне, ко мне, ко мне. Как вы считаете, какая самая главная часть в доме? А? Ну-ка, у кого какие идеи? Окна, кухня, крыша. Нет, 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 дети, неправильно. Самая главная часть в доме это фундамент. Вот такая вот, правда, суровая жизнь. Обновление для нашей игры Epic Mine уже доступно в Google Play. В игре появились опасные монстры, большое количество разнообразных квестов. А за выполнение одного из них вы сможете построить настоящий автодобытчик, который будет добывать вам полезные ресурсы. А в это время вы сможете отправиться на турнир шахтеров и показать всем, кто тут босс. Ссылка на Epic Mine есть в описании под видео. Обязательно скачайте и убедитесь во всем сами. Поэтому, детишки, нам нужно фундамент восстановить. Да, где же действительно мы возьмем фундамент? Ну что же, какие-то куски фундамента у нас остались. Вот видите, такой по периметру каменный. Но этого, конечно, недостаточно. Недостаточно. Нужно будет проложить такие балки, поставить колонны, чтобы ничего не обвалилось. Но, блин, из чего же мы будем его делать? Вот об этом я не подумал. Денег, денег у меня нету на балке. Хм, думай, нюкем, думай. Так, дети, вы тоже думайте. Вы же у меня умные. Давайте, давайте, кумекайте там своими умными головками. Вы же не зря в школу ходите. Может, конечно, распилить баню. Хотя, где мы будем мыться. Может, может, разобрать обшивку стен. Вот, даже не знаю. Или дерево спилить. Дерево жалко. Дерево, может, весной отрастет. Вот, ну что, ни у кого никаких идей нету? Из чего же нам сделать фундамент? Хм. Что? Я, я слышу какую-то здравую мысль? Петя, да ты гений! Реально! Ведь мы можем сделать бетон сами! Гениально, гениально, гениально. Ну что ж, ты прав. Нам нужен песок, гравий и вот камешки. Так, так, так. И где же нам их взять? Так, детишки! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кто первый найдет лопату, тот молодец. Ну и давайте идем в дом, ищем лопаты. Ищем лопаты. А дальше будем искать место, где же нам надо будет копать. Я, знаете, что подумал? Вот портить нам огород. Смысла нету. Потому что у нас туда летом ничего не вырастет. А вот за домом покопать, за забором, вот это самое то. Так, двери закрываем. Тепло не выпускаем. Наташка. Ну вот, закрыла Наташку, молодец. Так, все, погнали, погнали, погнали. А так, а бате лопату дадите? Батя тоже хочет покопать. О, спасибо. Спасибо. А, а ты, а, все с лопатами? Нет, Наташа, ну подожди. А как же ты без лопаты? Давайте тогда папа будет командовать. Вот. Папа командует и заодно отдыхает. Все, забираемся за туалет. И идем, думаем, где же мы будем копать. Хм, ребята, как думаете, у кого из нас лу... Да чего вы кидаете прям в лицо-то, блин? Неужели... Подойти? Да подай. Говорят, папа, держи. Короче, ну что, у кого нюх на гравий и песок? Потому что я думаю, что тут одна глина. А, ури... Точно, блин! Ну, Свет, ты тоже молодец. Реально, самый лучший гравий и песок, он около проточной воды. А проточная вода где? Там, где речка. Сейчас она замерзшая, но песок от этого не испортится. Ооо, даже из-подо льда ключ бьет. Вот это да. Ну что, давайте. Так, копаем, копаем, копаем. Поехали. Так, вот земля, песок. Надо накопать достаточно, потому что бетона нам надо много. Для фундамента надо много бетона. Копаем, копаем, копаем. Вот, Петя. Петя у нас самый лучший землекоп. Давай, Петя, давай. На тебя вся надежда. Так, ладно. Будем тоже потихонечку помогать. Вот, уже даже кварц падает. Так, так. Или кремния, я не разбираюсь особо. Я такой себе копатель онлайн. Так, копаем, копаем землю. Копаем землю. Так, а так можно еще пещеру какую-то вырыть. Вот будет... Ай, больно. Ты что-то нашел? Что ты? Бетон нашел? Вот это было бы неплохо. Не, серьезно что-то нашел? Что? Ящик? Так. Так, детя. Ну-ка, отойдите. 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 Подальше, подальше, подальше. Вдруг там мина. Ну, давайте посмотрим, что внутри. Так, открываем. Опа. А в ящике... Другой ящик. Прикол. Ну-ка. Сейчас его поставим, этот ящик. Не открывается. Что-то закрыто. Ну-ка, давайте-ка, дети. Вместе навалились. И... Эээ! Ой, так и пухнуть можно. Что-то никак не открывается. Блин. Сейчас. Ну, какой-то он такой старый, да? Блин. А есть там реально сокровища какие-нибудь? Ну-ка, ну-ка, давайте без ключей это сломаешь. Вдруг сам ящик дорогой. Сейчас, сейчас, сейчас. Позвоним-ка мы моему лучшему другу. Так. О-о-о, ребятки, у кого телефон есть? Давайте, давайте, доставайте. О-о-о, спасибо. Костя. Так, набираем. Миша-тира-серова. Миша-тира-серова. Миша лучший друг. Всё, набираем. Так, гудки, гудки. Алло, алло. Алло, алло. Алло, Мик, здорово. Митов, привет. Слушай, выручай. Мы тут с детьми случайно нашли какой-то ящик, но он закрытый. И замок такой мощный. Можешь нам помочь его как-нибудь взломать? А какого размера он? Слушай, это здоровенный, блин. Огромный такой. С пол меня. А где нашли? Нашли в лесу, прикинь. Около речки. Закопанный, блин. Глубоко, да. Так. А там есть какие-то, это, замок, скважины какие-то замочные. Что-нибудь такое. Да, да, есть, есть. Точно есть. Отлично. Так, давай, короче, не пробуй его там сам открывать. Мало ли там бомба или динамит или еще что-то. Давай лучше знаешь, что делаем? Бомба? Что? Ну, всякое бывает. У меня есть знакомый один хороший. Он, в общем, разбирается во всех этих, как бы, замках. В общем, может помочь его открыть. Если там отмычки подойдут, но я думаю, его отмычки должны подойти. Понятно. Хорошо. Понял. Все, буду. А где можем пересечься? Так, ну а сейчас на работе. Давай, давай, какие-нибудь координаты мне, я туда приеду. Только это давайте между нашими домами. Ну да, хорошо, хорошо. Ты мне так помогаешь. Естественно, еще тебя в гости вызывать. Все, скоро будем. Давай. Ага, давай. Пока. Все, до встречи. Так, дети, ну чего? Дядя Миша согласился нам помочь. Давайте упаковывать сундук. Сейчас повезем. Кто последний? Тот в детдом. А-а-а. Как обычно. Так, давай. О, как сразу побежали. Ты офигеть. Что, меня, что ли, в детдом сдадите? О, какие благодарные дети. Ну, реально, походу, я последний. Ну, как всегда. Так, Костя, давай, не отставай. Так, давайте, давайте в машину. В машину. Все по машинам. Все по машинам. Сейчас поедем. Кто хочет своих старших детей встретить, а? Хотя, я думаю, они еще все там на занятиях. Ну, хрен его знает. Миша, в общем, согласился на нейтральной территории пересечься. Все? Все залезли? Пристегнулись? Все. Поехали. Поехали к дяде Миша. Ну вот, мы подъехали по адресу, который Миша мне скинул. Ждем, собственно, Мишу. О, а вот и он. Здорово. А ты что, тут работаешь, что ли? Привет. Да, я по делам заходил. Привет, дети. Привет. Как ваши дела? Поздравитесь с дядей Мишей. Вот. Дядя Миша добрый и большой. И дядя Миша нам поможет взломать этот ящик. Вот, Мих, видишь, смотри, какой огромный. Ого. Ничего себе такой огромный. О, да. Вот это ящик. Там, возможно, что-то очень ценное. Может быть, это городский сундук. А кто его знает? Ну, так что, куда ехать? Так, ну, здесь неподалеку. Здесь неподалеку. Я не знаю, я помещусь к вам в машину, а то я на машину приеду. Конечно, залазь, залазь, залазь. Так, сижу. Вот, хоть и ниже, чем надо сидишь, но главное, что уселся. Все, погнали. Места хотя бы хватило. Все, поехали прямо. Прямо, говоришь, хорошо. Прямо ехать. А потом нужно будет повернуть налево. И там как раз мой знакомый работает. Ладно, ничего не переживает, доедем. Тут же пока расскажи. Что, как там у тебя дела там? Дела, да, в принципе, нормально. Были некоторые трудности. Ну, и как бы, вот, приехали, все, поворачиваясь здесь налево. Но, в целом, справляемся, справляемся. Все, доехали, получается, да? Это что, вот это подъезд? Ага, вот сюда сейчас нужно нам зайти. Дети, дети, ну-ка, кто там сундук несет? Погнали, погнали, сюда зайдем. Так, ремонт ключей, первый этаж. Хорошо, дети, заходим. Так, куда дальше, сюда? А вот, привет, Ванек, привет, Ванек. О, здорово, здрасте. Блядь, что его даже не видно? Ну-ка, я сяду лучше. Да, тут это такая, как бы, система, чтобы антивандал, антивандал. Понял, чтобы никто не ограбил. Понял. Очень-очень много здесь всяких ходит гопников. Так, Ванек, короче, это, я тебе помнишь, звонил, говорил, что мы придем с сундуком. Так вот, сундук мы притащили, вот, смотри. Да, Костя, покажи, чтобы он получше взглянул. Ага, вот, Ванек, смотри, видишь? Этот сундук. И нам нужно его открыть только очень аккуратно. А то мой друг боится, что он уронет. А то, мало ли, это время Второй мировой войны еще как-нибудь мина там внутри, кто его знает. Именно, так что аккуратненько, его нужно приоткрыть. Ты же еще занимаешься этими своими отмычками? Ага, ну отлично, все, тогда сколько это будет стоить нам? Да, по деньгам, сколько обойдется? Все-таки. Ну только не дорого, пожалуйста, мы типа многодетная семья, денег вообще очень мало. Да, это мой товарищ, лучший друг. Вот, так что помоги, помоги, плиз, с этим сундучком. Четыре тысячи рублей? Ё-ка-а, почему? А что так много, может быть, это? Меньше скинешь хоть, хоть немного скинь. Да у меня столько и нету до четырех. По дружбе-то скинь ее. Ну до двух давай, у меня больше нет, реально отвечаю. До тысячи, давайте до тысячи. Нет, я говорю, много слишком, тысячи рублей. Хорошо, ладно, две тысячи, последняя цена две тысячи. Все, окей. Умеешь торговаться, Никита. Ну а что, блин, вот сколько ртов голодных надо кормить. Ладно, вот держите тогда сундук. Костя, отдай сундук, дядя. Отдай сундук и вот... Да он откроет, все нормально будет. Вот вам, пожалуйста, да, вот половина сейчас, тысячу. И тогда завтра заеду за сундуком и отдам во вторую половину. А ты думаешь, он успеет? Ванек, ты это как, успеешь? Да вот, вроде успеет. Ну, хорошо, спасибо, дядя Вань, мы тогда заедем завтра. Все, до свидания. Дети, на выход, что уроки делать? Ой, блин, уже темнеет, ё-ка-ла-мне, как быстро темнеет зимой. Ой, Мик, спасибо. Я надеюсь, он надежный человек, да? Сам-то там ничего не сворует из ящика-то этого. Ну, не должен. Я с ним много раз уже, как бы, всякие сундучки открывал, которые... А, ладно, это не об этом. В общем, не должен, не должен. Ну, хорошо. Тебя подкинут куда-нибудь? Да, пожалуйста, подкинь, а то это... Это дождь, в смысле, снег пошел, я тут... Ага, хорошо. Заржавеешь еще. Ой, Костя, ну-ка подвись, а дядя Миш сядет. Во, благодарю, благодарю, спасибо, спасибо. Так, сейчас аккуратно доразвернуться. Ты там говори, куда, чё, куда поворачивай. А ты меня туда же подкинь, я там еще не доделал дело. А, окей, 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 окей. И ты расскажи, а как там вообще у тебя уживается Соня с Димой? У него же там прям трагедия была с этой Соней. Ну, как-то, видимо, смена обстановки повлияла на них. Они сейчас, ну, общаются так нормально. Так, все, мы доехали. Да, ну, как бы, не видно каких-то отклонений. По крайней мере, как я прихожу, всегда все хорошо. Ну, фух, а то я уж переживал. А, так, Миша, вот тебе еще, знаешь что? От наших берегов вашим, вот, у нас Костя с Петей, оказывается, теперь бизнесом занимаются. Они готовят свой чай. Прикинь, вот, я передаю вам чай от Кости и Пети. Петин здоровье. Класс. Сегодня тогда спасибо большое вам. Все, тебе спасибо. Ладно, тогда, все, давай, счастливо. Давай, пока, не спасите большое. Завтра? Поедем за отмычкой, ну так. А, да, 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 хорошо. Ну, я не против, конечно, давай. Ну, если это, если там, конечно, нужна моя помощь. Ладно, звони. Давай, пока. Пока. О, дети, ну, супер, да? Дядя Миша всегда выручает. Ладно, поехали домой делать уроки. Ну, доехали, блин. Как же сложно сюда ехать. Все, вылазим, вылазим, дети, вылазим. Погнали получать свой ящик. Так, деньги у меня есть. Ну, надеюсь, он там ничего не спер. Давайте, выглядим очень вежливыми. Заходим, заходим, заходим. Здрасте. Ой, здрасте, дядя Вань. Ну, как там, готов наш сундук? Мы тут все заждались. О, все готово. Отлично. Отлично. Давайте. Вот вы тут, такой красивый. А где наши сокровища? Ну, в смысле, сундук. Замучились? Он с вами дрался, что ли? Ну, ладно. Вот, избавьтесь от него. Отдайте его нам. Ну, что, мужики? Дополнительную плату? Мужик, ну ты в своем уме посмотри. На мне четверо детей висит. Я их всех кормить должен. Работаю как проклятый. Денег вообще... А, да ты... Ты... Какой... Ты с дуба рухнул. Я вот тебе клянусь. Давай я тебе вот все деньги отдам, которые у меня сейчас есть. И ты, типа, останешься доволен. Хорошо? Можешь карманы проверить. Отвечаю. Последнюю копейку тебе отдам. Так. Серьезно. Ну, камон, у меня только вот тысяча. И вот сто рублей, и что-то рубль есть. Ну, блин, обманывать не хочу. У меня нету и не будет. Так, ладно. Костя, Костя, подойди, пожалуйста. Костя, ты чего, блин? Я говорю, бокс нужно использовать в других сферах жизни. У вас там с чая не осталось маленько денег? Пожалуйста, одолжи, батя. Петя, дай, пожалуйста, мне косарь. Я тебе потом отдам. Ну, пожалуйста, Петя, ну, выручи отца. Мы же всех хотим узнать, что там в этом сундуке. О, спасибо. Всё, мужик, видишь, у детей последний забираешь. Вот совести у тебя нету. На, держи, блин, подавись. Всё, отдавай нам наш сундук. Всё, всё, отдавай сундук, говорю. Вот, блин, Миша тебя советовал. Ты, оказывается, какой жмоток. Костя. Нет. Костя, бить людей нельзя. Отдай сюда сундук. Дай сюда. Так, сейчас посмотрим. Да, действительно, крышка приоткрывается. Но мы лучше открывать будем дома. Всё, дети, давайте садимся. Садимся и поехали домой. Погнали. Сейчас будем открывать сундук. Ух, как же долго оттуда ехать. Наконец-то, да, доехали, блин. Так, дети, кто хочет кушать, у Бати есть печеньки. На, держите печенье, кушайте. Кому хочется покушать, давайте. Хотя бы червячка заморите. Вот печеньки вам. И, блин, мы с этим сундуком совсем про этот фундамент-то забыли. Ладно, надеюсь, оно того стоило. Побежали, побежали открывать. Так, 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 где же мы будем его открывать? Сейчас надо подумать, чтобы это было максимально эпично. В общем, решили мы его открыть в нашем подвале старом. Так, ребята, ну-ка, давайте. Каждый пусть загадает, что там внутри. Но подождите, надо загадать. А вдруг кто-нибудь отгадает, будет такой молодец. И, товарищи подписчики, тоже прямо сейчас поставьте видео на паузу. И напишите, как вы думаете, что там внутри. Вот будет прикольно, если кто-то реально отгадает. Только не жульничать. Ну что, деньги, еда. Вот, сразу видно, что людям не хватает. Деньги и еда. Ну, ладно, давайте. Всё уже, сейчас Батя будет открывать. Отошли, отошли. Лучше подальше, вон за дверь, а то, мало ли, бомба. Я рвану, но вас спасу. Отходим, отходим. Наташа, отошла. Всё. Раз. Два. Три. Открываю. Эээээ. Чего? Какая-то консервы. Консервы. Какой-то конвертик гнилой. Штаны. Какие-то мундиры. Или камзолы. Блин, это какая-то старая форма военного. Чего? Старая военная форма, консервы и бумажка? Серьёзно? И за это я отдал? Сколько я там отдал? Три тысячи рублей? Охренеть. Да какие игрушки, Наташа, блин. Мы на эти деньги еды могли бы купить. Там, вкусняшек. Ёколы мы на... Блин, вот любопытство до чего доводит иногда, а? Эээ, глупынюкин. Уж бы реально сейчас бетон бы сделал. Ой, пипец. Остался я без денег. Ещё я должен своим сыновьям. Да ещё и на дурака сейчас похож. Ай. Ладно, давайте попробуем хотя бы вот эту всю фигню в музей загнать. Вот, давайте штаны. Погнали, съездим в музей. Друг... Им это барахло старое по нраву. Погнали, погнали. Хотя бы за 500 рублей, если продадим, хоть что-то будет. Всё, побежали. Так, главное их не одевать. Так, давайте. Кстати, а кто знает, где там у нас музей? Никто не знает. Просто я-то не особо такой культурный. Что, кто знает? Ну, давайте, показывайте. Погнали. Блин, ребята, ну пожалуйста, не злитесь на меня, ладно? Я реально хотел как лучше. Думал, сейчас мы там что-нибудь найдём. Клад какой-нибудь. Вот фиг нашли, блин. Петя, ну давай, говори, куда? А, поеду пока на дорогу. А, к школе. Понял, всё, едем к школе. А, вот какой-то это... Что, это музей, что ли? О, прикольно. Так, ладно, вылезаем. Детишки, вылезаем из машины. Погнали. Ведём себя культурно, понятно? Культурно. Ой, кто это такой? Здравствуйте. А, может, внутрь зайдём? Вы, я так понимаю, главный по музею? Интересно. Ну, тут холодно. Пойдёмте зайдём хотя бы в подъезд, в взгляд. О, неплохо. Найс, найс, найс. Ладно, нам тут не на экскурсию нужно, нам нужно с вами обсудить бизнес, понимаете? Вот вы уже любите всякие такие старые вещи, там, старину, антиквариат? А? 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 Конечно. Вот этого ответа я и ожидал. Смотрите, у нас для вас есть эксклюзивная коллекция, походу, таки, сороковых годов прошлого века. Смотрите, что у нас есть. Итак, штанишки. Штанишки. У нас есть какие-то жакеты или мундиры. Вот. И всё очень-очень старое. Да. А вы нам объясните, что это такое? Нам просто ещё и очень интересно. Мы очень любопытно интересуемся историей, да, дети? Так, у кого по истории пять? А пока слушаем, что же нам ответит дядя? Что такое вообще форма немецких войск? И что? Сколько она стоит? Я надеюсь, она нормально так и стоит по деньгам? Ну, давайте, хотя бы... Десять тысяч! У-ху! Ребята! А что так мало-то? Камон, это форма немецких вейсеров. Я думаю, за пятнадцать самое то. Да? Мы потратили на её скобку пятьдесят тысяч рублей. Нам хотя бы в минус небольшой выйти. Десять. А, хрен с ним. Давайте, ладно, за десять давайте их. Согласен. Согласен. О, спасибо. Морси, морси. До свидания. Дети, скажите, до свидания, дядя. Дядя, до свидания, скажите. Вы же воспитанные дети. Вот. Всего хорошего, всего хорошего. У-ху! Ребята! Так мы оказались в плюсе. Так, так, так. Всё, погнали, погнали, погнали домой. И... А, ещё какой-то конверт есть. Ну, ладно, дом, посмотрю, что в конверте. Давайте. Быстрее, быстрее в дом. Так, закрываем двери. Закрываем двери. Ага. И идём прятать нашу прибыль в домашний сейф. Так, так, так. Так, вот, прям сюда я положу. Так. Блин, я же должен детям... Слушайте, мистер бизнесмен, а у вас сдачи не будет? 4К не будет с пятака? Ну, в общем... А, будет. Ну, тогда... Вот, держите. Блин, я уже положил. Так. Вот, держите. Пожалуйста, сдачу на базу. Сдачу на базу. О, 5 тысяч в окружении земли. Вот такой офигенный сейф. А, ну и давайте поглядим, что у нас такое в конверте. Сюда, 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 сюда. Ну, да, я тоже так думаю. Давайте посмотрим. А вдруг там какое-нибудь письмо, где написано, где лежит клад. Сейчас, берём письмо и открываем. Это ещё конверт открываем и... А-а-а-а! Да ну нафиг! Ребята, смотрите, что там! Я не знаю, что это, но это блестит. Офигеть! Оно что, золотое, что ли? И с камнем? Вот это да! Ну-ка, Света, посмотри. Это что-то девчачье. Петя, дай Свете. Ребята, офигеть! Вот это двойное дно нафиг! Охренеть! Как думаете, сколько это стоит? Я думаю, что довольно-таки много. Слушайте. Блин, дядя, спасибо вам огромное, что вы так хорошо копаете. Ладно, ребята. Света, ну ты чё, блин? Света, ну это же надо на пользу семье пустить. Короче, ребята, давайте, пишите в комментарии, как вы думаете. Лучше отдать это Свете, либо поехать и продать. Я за последнее. Ну, всем спасибо. С вами был отец-одиночка Нюкем. Всем спасибо. Всем... У меня уже язык заплетается от сегодняшней удачи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok